Я, во-первых, ображаю глубокое творение тем, что вы взялись за такую работу. Это, в действительности, требует некого мужества, неких амбиций. И ваша бодрость, эти амбиции, по-моему, предвещает, потому что ваша бодрость, это как бы обеспечивает нацеленность на крупные проблемы. Потом жизнь, так сказать, кого-то поломает в одну сторону, кого-то в другую. Ну, вернее, не поломает, а придет в соответствии, так сказать, размера возможного. Но если с самого начала вы не думаете о жене маршала, то тогда кто будет управлять шармом. Поэтому я в этом смысле очень заинтересован. Развивающие страны могут расти быстрее, поскольку они имеют возможность использовать те достижения, прежде всего технологические, которые есть в разных устах. Вопрос, могут ли они генерировать сами эти технологические достижения? Пока нет. Поэтому они заинтересовывают то, что создают развитые страны в особенности Соединенные Штаты Америки. Центры могут перемещаться. Но вот это обстоятельство, что в будущем мы будем иметь ситуацию, когда ключевым фактором развития экономики и общества будут новые технологии, новации. Значит, а кто их будет создавать скорее? Ну вот я просто вам ставлю такой вопрос. Культура конкуренции где выше? В разных странах. А там в Китае она не очень фигуральная. То есть там есть пропаганда такая, что вот, мне рассказывали, две тысячи этих самых авиационных компаний, ну, которые занимаются авиационными перевозками, все государства для отчаянной конкуренции не верят.